Здравствуйте! С вами программа «Неделя города» и Марина Романюк. Смотрите выпуски. Переход через ноль. Убирать город после ледяного дождя будут все выходные. Выйти из сумрака. Автоинспекторы снова объявили охоту на тонированные авто. Спасатели в рейтинге. Комсомольская правда «Рязань» огласила список лучших компаний по взаимодействию со СМИ. Температурные перепады и катки на тротуарах. Этой зимой гололед в Рязани практически повсеместно. Погода по-прежнему не в духе. Последствия очередного ледяного дождя дирекция благоустройства города сегодня устраняет масштабно. Ледяной дождь шел почти всю ночь с 18 на 19 января. Утром автомобилисты очищали свои транспортные средства от корок. Пешеходы передвигались медленно и аккуратно. А городские службы сразу выехали на улицы, чтобы убрать последствия непогоды. В связи с неприятными погодными условиями на территории нашего региона у нас выпало много осадков в виде ледяного дождя и образовалась очень плотная наледь. В предыдущую ночь делалась механизированная посыпка тротуаров. И обрабатывалась, посыпалась реагентами и песко-соляной смесью. В день, то есть тоже обрабатывается механизированная, производится посыпка тротуаров и ручная. Обрабатываются и посыпаются остановки общественного транспорта и пешеходные переходы. Тротуары от гололеда вручную обрабатывали на улицах Телевизионная, у вокзала Рязань-2, на Малом шоссе, Интернациональный, Молодцово, Станкозаводской. Остановки общественного транспорта посыпали по улицам Грибоедово, Касимовское шоссе, Кольная, Интернациональное, Октябрьское. Тротуары и пешеходные переходы очистили от наледи на улицах Старая Дубрава, Дзержинского, Великаново, Народный бульвар, Крупской, а также в парке Маргелово на улице Свободы и площади Соборной. Механизированная обработка реагентом коснулась улицы Почтовой, парка Павлова, сквера Маргелово и скверов на Соборной и Набережной. Бригады мехуборки чистили снег и наледь по улице Дзержинского в пятницу. Лед очень, как видно сейчас, лед очень плотный, то есть свой большой, очень проблематично происходит уборка. То есть, как бы, все это обрабатывается и убирается все в ручном виде. Чтобы ликвидировать последствия ледяного ливня, бригады, дирекции благоустройства города трудятся круглосуточно. Продолжатся работа и в выходные. Помимо очистки города от наледи, службы убирали и так называемый случайный мусор. Сильный ветер в последние несколько дней разносил мусор по улицам. Сотрудники дирекции благоустройства города убирают и это последствия непогоды на различных общественных территориях. Очередная коррупционная схема пришла к своему закономерному итогу. Речь идет о воровстве в коммунальной отрасли. Прокуратура Рязанского района поддержала обвинение одному из мздоимцев. Прокуратура Рязанского района поддержала государственное обвинение при рассмотрении судом уголовного дела в отношении директора одного из МКП ЖКХ в период 2019 года, используя фиктивные договоры с физическими лицами. Он получал из кассы предприятия денежные средства, которые присваивал себе, используя по своему усмотрению. В результате преступных действий осужденного муниципальному образованию, являвшимся учредителем муниципального предприятия, причинен материальный ущерб в крупном размере. В ходе следствия и в судебном заседании обвиняемый свою вину в совершении преступления не признал. Однако, благодаря грамотно спланированной тактике поддержания государственного обвинения, суд признал представленные прокурором доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора. С учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно, с испытательным сроком два года. Кроме того, полностью удовлетворен гражданский иск прокуратуры Рязанского района о взыскании с мужчиной 400 с небольшим тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил. Рязанские автоинспекторы снова объявили чрезмерную тонировку стекол авто вне закона. На улицах Рязани сотрудники ГИБДД провели специальный рейд. Сколько выявили нарушителей, расскажем далее. Первые измерения и уже превышение. В норме 70% минимум. Показания прибора в районе 30. Вердикт прост. Гостутонировка не соответствует. Нужно снимать. Пусть и устраняет водитель прямо на месте, штрафа ему все равно не избежать. За такую пленку, например, 500 рублей. Повторного штрафа, кстати, не предусмотрено. Поэтому, если водитель решит затонироваться снова, его карман опустеет еще на 500 рублей. И пленочку тоже нужно будет снять. Если водитель ввиду различных причин отказывается устранить допущенное нарушение на месте, то сотрудникам госавтоинспекции такому водителю выдается требование о прекращении административного правонарушения. Согласно выданному требованию, водитель должен устранить тонировку либо отказаться от использования своего автомобиля. В случае, когда водитель не выполняет законные требования сотрудника полиции, он привлекается к административной ответственности по первой части статьи 19.3 Кодекса об административных правонарушениях. Минимальное наказание по такой статье – штраф. Те же 500 рублей. А вот максимальное – арест до 15 суток. Поэтому со срывом темных покровов лучше не затягивать. В транспортном потоке вылавливают следующего нарушителя. Стекла очищают, измеряют прибором. Вердикт тот же. Пленка нормативу не соответствует. И таких любителей спрятаться от чужих глаз выявили прилично. В ходе проведения такого профилактического мероприятия в нашей области было выявлено 73 нарушения тренировки. Из них только в городе Рязани свыше 40 нарушений. В настоящее время есть только одна действующая инициатива по увеличению штрафа. По проекту нового КОАП штраф вырастет до 1000 за первое нарушение и 3000 за повторное. Но до штрафа все же лучше не доводить. В Рязани создадут рейтинг управляющих компаний. Слишком много нареканий к ним у жителей города этой зимой. Об этом на правительстве заявил губернатор Павел Малков. И посоветовал тем, кто не справляется, самим уйти с рынка. О чем еще говорили на правительстве, расскажем далее. Первое в этом году заседание правительства Павел Малков начал с коммуналки. Слишком уж много январских аварий случилось в области. Это при том, что в прошлом году на ремонт теплосетей из регионального бюджета направили 200 миллионов рублей. Еще 80 ушли в районы в качестве бюджетных кредитов на ремонт котельных и правку теплотрасс. Все плановые подготовительные мероприятия были проведены в полном объеме. И все равно это, понятно, капля в море. Сети серьезно изношены. Аварийные ситуации происходят. И нужно добиваться снижения их количества. В том числе и за счет системной работы, грамотного планирования. Полтора миллиарда рублей. Именно столько сегодня нужно, по прикидкам Минтека, для ремонта 34 километров ветких теплосетей и водопроводов. При наличии финансирования обещают приступить уже в этом году. А вот что касается уборки улиц, то здесь, по словам губернатора, ждать нечего. Прогноз погоды на ближайшие дни не очень. Снова будут дождь и гололед. Жалоб станет больше в разы. Впрочем, и сейчас претензий к управляющим компаниям сотни. Жилинспекция работает адресно. Мы не предупреждаем о том, что мы выйдем и отработаем тот или иной момент. И в данном случае действительно применяем меры административного воздействия. Что мы еще пересмотрели в своей работе? Ну, во-первых, на личные приемы граждан, когда они записываются, мы в обязательном порядке стали приглашать руководителей управляющих организаций, руководителей ресурсоснабжающих организаций, чтобы проблема решалась вот тут сразу, по существу. Чтобы житель не вынужден был еще оббивать пороги каких-либо организаций или структур госвласти. Вопиющих случаев бездействия управляющих компаний, как заявил Павел Малков, хватает везде. Кто не готов работать, обязан уйти с рынка. Для понимания общей картины в Рязанской области создадут специальный рейтинг управляющих компаний. Мы сейчас разрабатываем критерии рейтинга, потому что дома разные. Есть новый дом, в котором ничего делать не надо. И в целом граждане довольны. Есть большое количество изношенного жилого фонда. Но даже там есть управляющие компании, которые получают совсем минимальную плату, показывающие хорошие результаты. Поэтому мы в течение этой недели следующей разработаем рейтинг, а потом начнем уже управляющие компании по этим группам рейтинговать. Рассматривая обращения граждан, Павел Малков акцентировал внимание на городских дорогах. И на Куйбышевском шоссе, и на улице Зубковой, где ямы сегодня критичны. Причина одна – постоянные температурные перепады. Куйбышевское шоссе регулярно мониторим. Из-за переходов через ноль разрушения асфальта есть. Ямы заделали в декабре, 16 января литым асфальтом делали. Мониторинг продолжаем. Если яма будет аварийной, безусловно, заделываем. Первый тракторный проезд. Здесь ремонт картами, ямочный ремонт там не поможет. Дорога действительно, весь этот проезд в плохом состоянии. И признаем, жалоб жителей много. Документация составлена. Как только Минтранс объявляет отбор, мы с министром проговорили необходимость ямочного ремонта, подаем на конкурсный отбор. Освещение в Рязани – еще одна ключевая тема. Но здесь нареканий минимум. По словам Павла Молкова, в целом город стал светлее. И в этом году эту работу нужно будет окончательно завершить. На улицах Рязани появились 10 новеньких белорусских троллейбусов МАЗ с автономным ходом, который позволяет продлить бесконтактную езду до 20 километров. Новые троллейбусы оборудованы системой климат-контроля, электронными маршруты-указателями, современными автоинформаторами, камерами видеофиксации и автоматическими счетчиками пассажиропотока. Валерий Седов все осмотрел. Каждое утро Лариса Семенова спешит к своему ненаглядному Семену Семеновичу. Хоть женщинам и не грешно опоздать на свидание, Лариса приходит вовремя. А верный спутник терпеливо дожидается ее на стоянке. И пусть знакомы они совсем недавно, всего три дня, отношения у них уже крепкие. Ну тут все кардинально новое. Ну все, тут все очень удобно. Ни тумблеров тебе нет, ничего. Все цензорное такое, все очень красиво. Семен Семенович – это новый белорусский МАЗ-203 Т-70. В Рязань поступило 10 таких машин. Один троллейбус стоит в районе 20 миллионов рублей. Вместо привычных тумблеров у водителя словно приборная панель самолета. А еще есть сиденья с подогревом. Да и в салоне установлен не только кондиционер. Салон троллейбуса оборудован несколькими видеокамерами. Через них видно практически все сидящие места. Здесь нет слепых зон, при том как внутри, так и снаружи. В новый троллейбус в час пик может зайти до 97 человек. Мест для сидений втрое меньше – 31. Плюс площадка как для инвалидной, так и для детской колясок. Новый троллейбус уже по достоинству оценили пассажиры. Нашли как плюсы, так и минусы. Нормально, хорошее, да. Понравился мне. Единственное, что мне нравится минус – высокие очень подъемы. Вот из-за этого. Так удобно заходить, если подъезжает к бордюру. Из-за этого от водителя зависит. А вот так вот высоковато. Лучше. Новое все, красивое. Удобно, покупабельно. Кнопки для зарядки появились. Обучение на новом троллейбусе длилось недолго – всего три дня. Лариса рассказала, что когда впервые выехала на линию, то все же немного волновалась. А теперь уже чувствует себя довольно уверенно. Все-таки 20 лет водительского стажа. К нововведению, говорит, привыкла быстро. Самое необычное в белорусских троллейбусах – это то, что токоприемники, или по-народному рога, опускаются сами. Механический звук работы токоприемников подставлен на монтаже. На самом деле процесс этот бесшумный и занимает меньше минуты. Вот так троллейбус может проехать до 20 километров. И часть местных жителей уже успела оценить такое чудо техники. В соцсетях появилось несколько роликов, как троллейбус ездит с опущенными рогами. В перспективе, говорят, так и будет. Мол, часть троллейбусных маршрутов продлят, чтобы ездили они и там, где нет контактной сети. Опускаются токоприемники за минуту нажатием одной кнопки. Поднимаются тоже быстро, но уже вручную. Троллейбус, на котором Лариса Семенова работала раньше, она называла «варягом». Техника была не новая, но ремонтировалась все же редко. Ездила Лариса аккуратно. А вот новый ее приятель, с уважительным именем Семен Семенович, в ремонтное депо, надо думать, заезжать вовсе не планирует. По крайней мере, в ближайшее время. Опыт общения со строптивыми напарниками у водителя приличный. Уже по традиции, каждый год отряды юных инспекторов приходят на экскурсию в действующее специальное подразделение ГИБДД. Ребятам не только рассказывают об основных нюансах работы, но и дают примерить всю амуницию. Так вышло и в этот раз. Каждое нарушение должно быть в единой электронной базе. Вот приехали инспектора, привезли, например, 10 протоколов с собой. И здесь вот они их в комнате точно так же забивают в базу. То, что для школьников выглядит как простой компьютерный класс, на самом деле один из рабочих кабинетов. Для службы ГИБДД он очень важен. Здесь рукописные протоколы переносят в единую базу. Визит в этот кабинет – один из первых этапов экскурсии для отряда юных инспекторов дорожного движения из седьмой школы. Каждый инспектор дорожной патрульной службы должен иметь очень хорошее состояние здоровья и хорошую физическую форму. Очень часто приходится и догонять каких-то нарушителей и преступников. Учебные комнаты, рабочие кабинеты, залы с кубками – все это только часть экскурсии. А началась она еще в автобусе, когда ребят забрали со школы. Там им рассказали историю подразделения. А также заинтриговали тем, что их ждет в спецподразделении ГИБДД. Когда инспектора заступают на службу, первое, что у каждого инспектора с собой вот такой чемодан с административным материалом. Тут находятся протоколы, жезл, светоотражающий жилет. Обязательно у каждого инспектора с собой небольшой ножик. Для того, что если вдруг произойдет какое-то ДТП с пострадавшим, можно было бы перерезать ремень или еще что-то. Обязательно получают резиновую палку, наручники, табельное оружие, шлем защитный, бронежилет. Такой комплект у каждого инспектора ДПС. Экипируют ими только если поступает спецзадача. Школьникам даже предложили примерить. Ничего сверхтяжелого, говорит инспектор. Пластину тут второго класса. То есть вес такого бронежилета от 3 до 5 килограмм. Плюс шлем. У нас прежде всего существуют специальные задачи. И специальные операции. Если поступает команда, вот без всего, без этого инспектор на службу не заступает. Помимо этого, каждый стационарный пост оборудован оружием. Притом как автоматическим, так и снайперским. Плюс оружие нелетального действия, карабин и пистолет. Их, кстати, можно заряжать как газовыми патронами, так и сигнальными. Все оружие разрешили подержать в руках. А еще примерить на себя экипировку. Могу сказать, что сложно, но удобно. Мне... Я бы так не ходил, конечно. Не меняя любопытной часть экскурсии, патрульный автомобиль. Где ребята из отряда Юйт не растерялись и стали нажимать на все кнопки. Нажимай. Это для подачи сигнала водителям, транспортных средств, требования остановки. Водителям транспортных средств также можешь включить сигнальную сирену. Так выключи потом. Подобные экскурсии проводятся минимум раз в год. Участниками обычно становятся члены отряда юных инспекторов дорожного движения из разных школ. Чтобы ребята познакомились с профессией сотрудника госавтоинспекции. Конечно, точных цифр о том, сколько ребят из отряда Юйт становятся сотрудниками ГИБДД, нет. Но бывает и такое. У нас в этом году была практикантка из Орловского института МВД, которая раньше была юным инспектором дорожного движения. И приезжала к нам и на конкурс Юйт, и была у нас на экскурсии в подразделении. И с большой любовью об этом говорила. И все-таки действительно выбрала своей профессией, именно дорожно-патрульную службу. Традиционно такие экскурсии заканчиваются возложением цветов в мемориалу сотрудникам ГАИ ГИБДД, погибшим при исполнении служебных обязанностей. Журналисты газеты «Комсомольская правда Рязань» обнародовали рейтинг взаимодействия со СМИ для государственных и коммерческих организаций за прошлый год. Любопытно, что политические партии в нем оказались лишь в третьем десятке, а на вершину взошли новые персонажи. Рейтинг работы пресс-служб с региональными СМИ от «Комсомолки» – своеобразный социальный срез, который, к тому же, можно проследить в динамике. Опрос журналисты ведут уже пятый год. Кто прибавил, а кто перестал привлекать к своей работе внимание, можно определить сравнительным анализом. Среди государственных и общественных организаций произошла смена лидера. Безусловный победитель прошлых лет Следственный комитет уступил первую строчку пресс-службе МЧС. Если вспомнить, какие происшествия происходили в Рязани этим летом, например, масштабные пожары, то победа спасателей вполне объяснима. Пусть она и определяется событийностью. Событийность в первую очередь приводит к тому, что выше становится активность взаимодействия со СМИ. То есть, если, например, в прошлом году организация работала 60% СМИ, то это 60% респондентов, которые были в состоянии ответить на вопрос, как строилась их работа, то в этом году, например, это может увеличиться до 75%. Это означает, что большее количество СМИ интересовались теми и проблемами, которые были завязаны на этом конкретной организации или предприятии. Но это не все. Это не все. Помимо того, что это взаимодействие участилось, нужно, чтобы еще журналисты были удовлетворены этим взаимодействием. И вот видно, что в данном случае пресс-служба МЧС подошла к этому вызову, к информационной повестке, она подошла в очень хорошей форме. Среди коммерческих организаций победа у нефтеперерабатывающего завода. К этой компании у журналистов нет претензий никогда. Превосходную работу, а именно так записано в дипломе, показала и группа компаний «Автоимпорт». Этот успех в самой организации считают вполне объективным. Группа компаний «Автоимпорт» – это компания, которая поддерживает в социальном плане многие начинания в городе. Конкретно мы очень серьезно поддерживаем на самом деле спорт, начиная от своих сотрудников и заканчивая различными социальными и спортивными проектами города и области. То, что касается пиара, то, что касается известности компании, формирование общественного мнения по отношению к себе, устойчивого, положительного, это неотъемлемая часть и коммерческой составляющей в том числе. Это, конечно же, как бы не реклама и достаточно трудно посчитать отдачу, но я думаю, что почти каждый житель города знает, кто такая группа компаний «Автоимпорт». Лучшую динамику работы со СМИ показала пресс-служба Рязанской администрации. Событий в общественной жизни города в 2022-м было действительно много. Мэрия отработала их максимально возможным образом, как, кстати, и пресс-служба Рязанской городской думы. У нее в рейтинге комсомолки самый стремительный прогресс. Новая анимационная сказка рязанской писательницы Татьяны Бадаловой, «Пока горит большая свечка», стартовал благотворительный арт-проект «Сказки Лисьего острова». Презентовали программу в библиотеке имени Горького. «Сказки Лисьего острова» – серия авторских анимационных сказок, главными героями которых стали вовсе не волшебные существа, «Самые обычные дети и подростки». Истории, вошедшие в серию, посвящены тем, кто никогда не теряет надежды, верит в добро и в обычной жизни своими руками без помощи магии творит чудеса для других людей. Автор проекта – рязанская писательница Татьяна Бадалова. «Пока горит большая свечка» – ее новая история, которую впервые сегодня показали рязанским школьникам. Это сказка о двух мальчишках, хулиганах, которые ослушались всех, кого можно, и залезли в маяк, вскрыли его и попытались его починить, потому что он был сломан, а в это время их отцы находились в море и не могли вернуться, потому что без света маяка причалить очень трудно к берегу. Видеоряд к сказкам создают профессионалы из Москвы и Санкт-Петербурга в техниках рисования песком и светом – «Эбру» – теневой анимации. Среди тех, кто уже поддержал благотворительный проект своими голосами группа «Ария», музыканты Эдмунд Шклярский, Жанна Агузарова, Николай Фоменко, Владимир Шахрин, Вадим Самойлов, а также актеры Михаил Боярский, Сергей Безруков, Юрий Стоянов, Всеволод Кузнецов и ведущие Екатерина Андреева, Виктор Гусев, Михаил Куницын. Это проект мой, который, в общем-то, я и придумала, да, и привлекла к этому проекту достаточно большое количество людей, звезд, художников, композиторов. В общем, у нас большая команда, которая растянута на три города, даже на четыре, наверное, города. Проект зародился в 2020 году. Очень хотелось сделать серию именно добрых сказок, направленных на пропаганду, если можно такое слово, употребить семейных ценностей, добра, рассказать детям о том, какие бывают дети, о том, что можно помогать друг другу без помощи волшебной палочки, а просто потому, что у тебя большое доброе сердце. С каждой новой сказкой команда проекта приезжают в школы, детские дома, интернаты для детей с особенностями развития, в дома культуры и пункты размещения беженцев с Донбасса. С ноября 2021 года, со времени существования проекта, состоялось уже более 40 показов. Формат встреч предполагает не только просмотр сказок, но и обсуждение с детьми, поднятых в них проблем. Кроме того, маленьким зрителям всегда интересно пообщаться с живым писателем и узнать, как вообще создаются сказки. Крещение Господня – один из главных христианских праздников. По традиции, в ночь с 18 на 19 января православные окунались в прорубь. В этот день верующие вспоминали о важном библейском событии крещения Иоанном Крестителем в реке Иордан и Иисуса Христа. В Рязани официальную Иордань, как обычно, организовали на Ореховом озере. Весь предыдущий день шла подготовка к ночным купаниям. Рабочие из дирекции благоустройства расчищали территорию, вместе с сотрудниками МЧС оборудовали сходник, купели, устанавливали парапеты, дополнительные фонари и палатки с тепловыми пушками. Место купания оснастили сеном, скамейками и биотуалетами. Еще ранее водолазы проверили дно водоема, специалисты оценили качество воды. Крещенская служба на Ореховом озере началась в 22.00. На первом месте у нас идея освящения творения. Мы вспоминаем Крещение Христова, погружение Христа в воды Святой Реки, и в знак этого погружения Спасителя и освящения. Вот мы погружаем Крест, образ Креста Господня, воды Иордании, воды, которую мы освящаем. Мы часто воспринимаем это как некое духовное торжество, как знак обновления творения и освящения творения. Власти города, медицинские работники, спасатели накануне напоминали, что воздержаться от купаний стоит людям с хроническими и простудными заболеваниями, беременным и кормящим женщинам, людям старше 65 лет и маленьким детям. Однако, как мы видим, экстремалов много в разных возрастных категориях. На водных объектах в местах проведения крещенских мероприятий в ночь дежурили сотрудники МЧС, врачи и сотрудники полиции. И это еще одна веская причина выбирать оборудованное место для погружения. В иных местах купания небезопасны. Стоит отметить, что традиция совершать крещенские купания не предписывается церковным уставом. Надо начинать с того, что слово «крещение» в изначальном своем переводе, буквально если переводить на русский, то будет «погружение». Каждый год стараются люди приходить и погружаться в воды, и вставать обновленными. Это благочестивая традиция. Она не связана с прощением грехов, она не связана с каким-то духовным изменением жизни. Но в плане и культурологической, и нашей народной традиции это укоренившийся элемент. Считается, что в крещенскую ночь вода приобретает чудесные свойства и становится целебной. И если набрать воды из речки или запастись освященной в церкви водой, то она сохранит свои свойства весь год. С праздником связано понятие «крещенские морозы». Они всегда отличались особой силой. Зато после этого дня погода начинала меняться. Сильный мороз предвещал хороший урожай зерновых. Впрочем, урожай предвещали и туман, и снег хлопьями. В этом году температура воздуха в крещенскую ночь не опустилась ниже нуля. Осадков тоже не было. Зато сильный порывистый ветер явно проверял верующих на прочность и силу духа. На этом у меня все новости к настоящему часу. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова